Столь грандиозные работы не на мосту, а под мостом увидишь не каждый день. Многотонные самосвалы-экскаваторы расположились средь русла реки Абакан. Остров, который фактически создавала сама природа последние 30 лет, так изменил течение реки, что теперь возникла угроза сооружениям человеческим, мостовым опорам и дамбе. Объем работ здесь поистине колоссальный. Задача рабочих – площадь в несколько тысяч квадратных метров опустить ниже уровня воды в среднем на 2 метра. Вот она, настоящая борьба со стихией. И как признают сами строители-мостовики, подобные задачи в их практике впервые. Если говорить по объемам ликвидации острова, то порядка 80 тысяч кубов. Это где-то 10 тысяч автомобилей. Режим работы сейчас круглосуточный, потому что до прохода паводка мы должны успеть выполнить большой объем работы. То есть больше половины. Для строителей это именно тот случай, когда время работает против. До начала паводка необходимо укрепить еще три опоры. Это происходит параллельно с расчисткой русла. Уже в апреле лед может тронуться. Впрочем, эта реконструкцию объекта не останавливает. Когда паводок начнется, стоять мы не будем. Подрядная организация выйдет на проезжую часть и будет выполнять аналогичный капитальный ремонт проезжей части, который выполнялся в прошлом году по первому этапу. А это замена мостового полотна, барьерного ограждения, ремонт гидроизоляции и прочие работы на искусственном сооружении. Этот мост через Абакан на трассе М-54, пожалуй, самый длинный в республике, почти 600 метров. С момента создания более чем за 20 лет капитальный ремонт ни разу не проводился. За последние полгода строители обновили лишь половину дорожного покрытия. Полностью же завершить работы планируется в сентябре. Кстати, стоимость их не менее грандиозна – почти полмиллиарда рублей. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.